Привет, красотка! И сегодня у нас такая интересная тема видео. Пять секретов красоты, что же я для вас подготовила? Если честно, я немножко всегда переживаю перед такими видео, перед такой темой, потому что это не видео о том, как нарисовать ровную стрелку или какой-то лайфхак по завивке волос. Такого у меня на канале тоже много, если вы соскучились по таким видео, можете их посмотреть. Но сегодня я хочу задеть более глубокие темы, как будто бы у нас с вами разговор по душам. Я просто хочу с вами порассуждать на такую очень важную сейчас тему, как любовь к себе, принятие себя, уверенность в себе, комплексы, сравнивание себя с другими. Это настолько всепоглощающая сейчас тема, поэтому в сегодняшнем видео я больше пройдусь по каким-то более психологическим, важным, глубоким основам, правилам, чтобы не заполучить кучу комплексов и развеять, может быть, некоторые мифы даже для вас. В общем, поговорим о красоте, о такой, какой ее видят редко. Потому что часто со словом красота мы идентифицируем что-то внешнее. Это, кстати, будет мой первый пункт, который я решила раскрыть уже сейчас. О том, что красота это нечто большее, намного большее, нежели просто картинка. Красота это уверенность в себе, это блеск в глазах, ощущение счастья и гармонии внутри себя. Это то, что видно за километр на самом деле, это то, что отражается от человека, он будто светится, как солнышко. И почему это намного важнее? Мы сегодня тоже об этом поговорим, нежели то, что ты на себя навесил сверху. Потому что как раз-таки, если ты любишь себя просто безо всего, да, как это говорится, безусловно, то есть без условий, без каких-либо характеристик, которые ты на себя навесил и которые очень временные. Все в нашей жизни временно. Не знаю, мода временна, те или иные сережки, те или иные платья, та или иная прическа. Это все временно. Это все имеет место быть, а имеет место исчезнуть когда-нибудь. Но если вы себя привязываете именно к этим внешним каким-то характеристикам, то вы оказываетесь моментально под их влиянием. И получается, вы любите себя тогда, когда они есть, а когда их нет, почему-то вы себя не любите. И это сам внутренний круг, который ведет тебя к депрессиям, к вечным сравниваниям с другими, недовольству с собой. И важно в тот момент понять, что ты растишь, что ты развиваешь в себе, то и развивается, да, тавтология. То есть, что ты в себе подпитываешь, то и становится сильнее. Есть такая притча про двух волков, когда дедушка рассказывал внуку о том, что в каждом из нас есть два волка. И один из них это полное отриспление счастья, гармонии, радости, сопереживания другим. В общем, всего хорошего, чего вы только знаете. И второй волк это полная ему противоположность, это гнев, это зависть, это разочарование, это ненависть. И дедушка сказал, что между этими волками внутри каждого из нас постоянно происходит некая борьба. И внук у него спросил, а какой же волк дедушка победит в итоге? И дедушка ответил, тот, кого ты кормишь. И в этом суть вообще всей жизни. То, что ты делаешь регулярно, то всегда принесет плоды. Не может быть другого. Если ты каждый день себе в зеркале говоришь, тьфу, страшно, или даже не говоришь, окей, редко мы говорим с собой, с самим зеркалом, достаточно даже мысли о том, что это страшно, это не то, это не так. Если ты постоянно осуждаешь других, любишь очень посплетничать, завидуешь другим людям, вместо того, чтобы ощутить радость за них и поддержать как-то. В общем, направляешь всю свою энергию на это, то это ты в себе взращиваешь, ты становишься более злостным, завистливым, некрасивым как раз-таки по определению, потому что каждый день ты себе говоришь то, что в тебе не так и так далее. Я на самом деле очень рада, что последнее время, как я чувствую, как я ощущаю, в принципе, среди молодежи, среди девушек все больше пропагандируется бодипозитив. Опять же, у этого слова очень много разных определений. Кто-то под бодипозитивом воспринимает полную чушь, то, что вообще к нему не относится. Но я сейчас про то, что ты любишь и принимаешь себя таким, какой ты есть, и делаешь все, что ты делаешь из любви к себе. Не потому что ты себя не любишь, а потому что ты себя как раз-таки любишь. И хочешь, чтобы ты всегда был подтянутым, да, хочешь, чтобы ты умел вот это и вот это. Хочешь разнообразить и сделать себе какой-то другой макияж. А не потому, что ты, наоборот, что-то скрываешь. Вот, я очень долго уже заострила внимание на первом пункте. Мы перейдем ко второму. Второй пункт я решила посвятить питанию, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Не то, что неотъемлемая, это невероятно важная, огромная часть нашей жизни. Я глотнул свой очей, предлагаю вам сделать то же самое. Сейчас я учусь на нутрициолога, и с каждым днем, когда в мою голову входит все больше и больше знаний в этой теме, я понимаю, как же невероятно сильно на нас влияет питание, на здоровье человека, на его долголетие, на его жизнь. И самая большая проблема в том, что переход на здоровый образ жизни, на правильное питание, оно всегда в головах у людей относится и связано с чем-то таким вот, ну да, хорошо бы, но вот когда-нибудь потом, или если ты уже начинаешь, то это прям вот какой-то мучительный процесс, это нужно волю в кулак, это нужно какие-то ограничения, какие-то диеты, а это все не хочется делать, разумеется, потому что мы есть наши привычки, мы есть то, что мы делаем каждый день, поэтому очень тяжело с этим совсем расставаться, наш мозг просто говорит, нет-нет-нет, слушай, это все классно, но давай как-нибудь потом. И, блин, чем мы отличаемся от животных, простите, тем, что мы можем осознать эту проблему, тем, что мы можем понять, что мой мозг сейчас просто спасает меня фактически от того, чтобы я делал что-то новое, потому что чисто по эволюции для нас что-то новое, это всегда, скорее всего, что-то опасное, да, потому что вот привычно это то, что мы уже знаем, а что-то новое, там же могут быть риски, там нас может тигр съесть и так далее. Поэтому все, что новое, все, что связано с изменением своих привычек, для нас действительно тяжело, но мы можем осознать этот момент, понять, что действительно нам будет нелегко, сложный, поэтому не делать все, например, сразу, сразу же не менять полностью свое питание, а пытаться вводить какие-то привычки. Плавное, постепенно, но органично переходить на новый уровень. Это не какой-то секрет успеха, это работает всегда и везде. То, что ты делаешь маленькими шажочками по чуть-чуть, рано или поздно тебя приведет туда, где ты будешь оглядываться и думать, ого, я уже здесь, а я был там. А это всего лишь маленькие шаги, но каждый день. Вообще, почему я этот пункт засунул в эту тему и решила о ней поговорить, ну, потому что это неотъемлемая часть. Здоровая еда – это здоровая кожа. Здоровая еда – это здоровые органы, это, опять же, здоровая кожа. Почему я говорю про кожу? Потому что мы часто замечаем только то, что нам, как бы, вот говорит прямо ярко в зеркале, знаете, отражение. То есть, если ты в отражении видишь прыщи, тебя это раздражает, и ты думаешь, что-то я некрасивый. А на самом деле сигналы организма были уже давно-давно. Это могла быть быстрая утомляемость, это могла быть тяжесть в животе, это могли много быть факторов, которыми организм до тебя пытался достать часа, но ты заметил только конечный его продукт. На самом деле здорово, что хотя бы этот момент человека мотивирует пересмотреть какие-то свои привычки. И третий пункт я начну с фразы, что ты, да-да, именно ты, красиво уже от рождения. И пусть это будет твоей аффирмацией каждый день, пусть это станет твоей установкой, твоим убеждением. Знаете почему? А потому что по-другому быть не может. Мы все люди абсолютно уникальны от природы, абсолютно уникальны от рождения. Нас не печатают на станке, поэтому мы не можем быть с одинаковой длиной пальцев, одинаковые формы носа, губ, качество кожи и так далее. Совокупность факторов нам дается просто от рождения. И это настолько глупо, вот просто задумайтесь, насколько это глупо высмеивать человека за то, с чем он родился, чего он не выбирал. И поверьте, глуп тот, кто не работает над собой и не пытается улучшить то, что ему дано от рождения, улучшить, опять же, из любви к себе, а не потому что у тебя что-то плохо и нужно сделать идеальным. Часто, когда я говорю про естественную природу, нашу красоту, про то, что все таковы от природы, не потому что я так сказала, а потому что так оно и есть. И когда ты понимаешь сущность вот этого высказанного, у тебя сразу же настолько успокаивается сознание, настолько успокаивается ум, что ты не пытаешься больше себя ни с кем сравнивать. Так вот, когда я начинаю эту тему, часто мне спрашивают, а что, зачем ты типа тогда красишься? А почему ты бегаешь по утрам? Зачем ты все это делаешь, если ты и так красивая? Нет, это работает не так. Можно становиться лучше и лучше изо дня в день, и это не значит, что ты себя не принимаешь таким, какой ты есть. Ты просто делаешь это из любви к себе. То есть, есть разные побуждения. Есть, потому что я ненавижу себя, не люблю свое отражение в зеркале, не могу на себя посмотреть спокойно, без макияжа, прячусь от фотографий, не надо меня фотографировать, потому что я сегодня какая-то не такая. Либо ты можешь всем этим заниматься, но из любви к себе. Просто потому, что ты хочешь, чтобы твое тело было еще здоровее, чтобы твое тело было в тонусе. И это как раз-таки такие моменты любви к себе, которые, как замкнутый круг, они, знаете, дополняют одно другое. Точно так же и с макияжем. Если ты себя любишь и принимаешь, это не означает, что ты больше никогда не должен краситься, и все, теперь там нанеси ты серебряные тени, ты сразу же себя что, не любишь без них? Нет. И самое худшее, что ты можешь сделать со своей жизнью, это постоянно себя сравнивать с другими. Нет ничего хуже самокопания, нет ничего хуже постоянного ощущения неудовлетворения самим собой. Причем неважно, какая у тебя внешность, понимаете? Очень много красоток, ну, как бы красоток, какими их принято считать, да, там идеальная внешность, модельно все такое классное, но они не счастливы, они не уверены в себе, они постоянно что-то в себе пытаются изменить. А есть толстушки, девушки не с модельной внешностью, у которых не идеальные пропорции лица, но они, блин, счастливые, у них огонек в глазах, у них страсть к жизни. Я из-за собой это замечала не раз. Стоит мне прийти какая-нибудь идея в голову, я действительно ею горю, я вдохновлена, я думаю, боже мой, как это круто, какая я молодец. Вот сейчас буду воплощать классно, много энергии, и я начинаю, например, копаться в интернете, что-то там смотреть на эту тему, и понимаю, что кто-то сделал это же, например, но уже лучше. Я думаю, опа. И вот это ощущение, ощущение того, что все, что я только что придумала, вообще гроша не стоит, а я только что настолько этим горела, настолько кайфовала, настолько радовалась от этой идеи, что почему чей-то результат, даже хороший, даже успешный, меня мог вот так расстроить, и я просто сделала то, что вообще никогда не надо делать, я сравнила. Но тут, конечно, есть проблемка, нас сравнивали с детства, мне кажется, знакомы с этим все, когда в школе, еще даже в садике начинается, вот эта хорошая девочка, она слушается маму, а ты плохая, или в школе, а вот там все получили пять, а ты четыре. И вот это сравнение, постоянное оценивание, оно настолько оседает, как вот норма у нас, что мы потом по-другому вообще жить не можем, мы не можем по-другому смотреть на этот мир, и надо учиться. Это уже наша работа, это уже наша задача, обнулить все вот эти установки, которые были, попытаться понять, что это не мое, это мне привязали, это мне когда-то вот сказали, и сделали это важным для меня, но для меня это не важно. У меня есть свой путь, и если у тебя есть свой путь, то тебя никто на нем не обгонит, и не надо тебе никого обгонять, потому что это твой путь. Четвертый пункт, который я выделила в этой теме, это ухоженность. Почему я считаю, что тема ухода за собой очень важна, потому что, если честно, я не понимаю, как может быть иначе, как можно себя любить, но при этом не любить себя действиями, так сказать. То есть любить вообще, это глагол, да? Любить, это значит проявлять какие-то действия по отношению к тому, кого ты любишь. Если ты любишь себя, то это не про самолюбие и какую-то гордыню, это про постоянные действия. И уход, такая тоже важная часть, уход за собой, обращать внимание на то, как выглядит твоя кожа, чего ей сейчас хочется. Она более сухая, более жирная, ей нужен какой-то особый уход. Вы часто у меня спрашиваете, какая косметика важнее, например, декоративная или уходовая, какую я бы выбрала до конца своих дней, какой-то одной пользоваться, ну и разумеется, это будет уходовая косметика. Без декоративной мы, согласитесь, проживем все. То есть в принципе, ничего страшного не произойдет, если у тебя не будут накрашены брови, а вот без должного ухода за кожей, особенно в нашей современной реалии, с нашей экологией, с нашей постоянной сухостью воздуха в квартирах, мы чаще всего живем сейчас в квартирах все, это отопление зимой, летом это сильное солнце в городе, пыль и так далее. Без уходовой косметики жить невозможно. И важно подбирать косметику именно подходящую по твой тип кожи. У меня есть, кстати, видео на канале о том, как определить свой тип кожи, потому что универсальных средств очень мало, и не сказать, что они очень действенны, потому что они не направлены прямо на твой тип кожи, да, именно для тебя. Подойдет всем. Не важно, что у тебя сухая, у тебя жирная, у тебя чувствительная. Кстати говоря, вот именно чувствительная кожа, это, наверное, самый сейчас распространенный фактор, особенно после прекрасного периода карантина, когда мы все сидели дома, когда у нас было мало свежего воздуха, когда сухость помещения, не увлажненный воздух абсолютно. Не у всех людей есть увлажнитель воздуха. Очень мало двигается человек, и кожа, она как индикатор всего того, что накапливается у тебя в организме. Она показывает, что ей не очень хорошо. Она начинает шлушиться, появляется покраснение, поэтому я буквально недавно сменила весь свой уход, как раз-таки после карантина. Еще у нас такое лето, очень радует солнцем, и это, конечно же, ультрафиолетовые лучи. У меня сейчас уходовая гамма от Le Roche-Posay. Эти средства разработаны специально для чувствительной и сверхчувствительной кожи. Они содержат активные успокаивающие ингредиенты, которые снижают ее чувствительность и восстанавливают защитный барьер кожи. На сайте по ссылке в описании сейчас много наборов именно для чувствительной кожи, и, кстати, с кучей приятных бонусов, скидками и пробниками, так что переходите и выбирайте свой. Ну и пятый секрет красоты, вечной молодости и здоровья, это, конечно же, движение. Без этого вообще ничего не работает. И, кстати, благодаря нутрициологии я особенно поняла этот момент. То есть я поняла с точки зрения физиологии, как вообще работает движение. Не просто типа двигаться хорошо, вот у меня марафон 10 тысяч шагов, потому что это надо. Это, конечно, тоже неплохо, но когда ты понимаешь, как работает этот механизм, что без должного движения не будет ни хорошего пищеварения, ни хорошего усвоения, ни нормальной интоксикации, ничего вообще не происходит без движения. Поэтому, девочки, обязательно находите свою вот эту точку энергии, которая вам будет приносить удовольствие. У кого-то может бег, у кого-то это может быть просто ходьба быстрая, у кого-то это могут быть тренировки. И особенно тяжело, это вот опять происходит сейчас, потому что с нашим ритмом жизни, когда работа у всех в офисах, когда появляются вот эти потрясающие самокаты, где ты вообще не должен двигаться. Я просто, когда увидела это, в первую очередь, конечно, классно, очень круто, ты можешь быстро с точки А до точки Б добраться, но, блин, ты даже пальцем не шевелишь, когда ты ездишь на этой штуке. Ну, вы поняли, да, я об этом новом технологичном изобретении. Самокат ты хотя бы там реально крутишь, хотя бы одной ногой, ты толкаешься, хоть какие-то шаги ты производишь. А у этой электроштуки ты просто встал и поехал. Тебе вообще ничего больше не надо делать. Возможно, если это как альтернатива, знаете, общественному транспорту, то есть, если ты должен раньше был на работу ездить на автобусе, а сейчас ездишь на этой, то, в принципе, ничего страшного. Но, если ты все свои шаги, когда ты ходил пешком, когда ты там должен был пройти хотя бы до остановки, заменяешь вот этой штукой, то, блин, как ты будешь вообще растрясать то, что ты наел? Непонятно. Я вас, конечно, приглашу в свой инстаграм, если вы хотите подкрепиться мотивацией на шаги, потому что прямо сейчас у меня проходит марафон шагов. До 31 августа я поставила себе цель пройти миллион шагов. И меня это, конечно, замотивировало бегать, потому что, ну, иначе я шаги эти не наберу, либо мне нужно вот так два часа ходить просто, тратить свое время быстрым шагом. А Ева сейчас гуляет так, что ей нужно остановиться, посмотреть песочек, посмотреть качельку, то есть это нереальный темп с ребенком. Поэтому я еще чаще стала ходить по лестнице, лишний раз дойти до магазина, не полениться шагов туда-сюда наделать. Это нужно действительно для себя специально создавать, создавать такие условия, осознавать и понимать, что да, вот такая проблема, я реально мало очень двигаюсь, моя деятельность там не заставляет меня даже двигаться до офиса и обратно, поэтому придумывать какие-то себе шаги самому. Вот просто возьмите за привычку, всегда, когда вам будет грустно, всегда, когда начнете заниматься самокопанием, сравниванием себя с другими или просто с залипанием в телефоне, вы поймете, что уже, боже мой, глаза квадратные, сделайте что-нибудь из активных упражнений. Просто попрыгайте ноги вместе, ноги в росте. Несколько раз отожмитесь, сделайте что-то интенсивное, побегайте на месте. Если есть возможность, выйдите во двор и там побегайте. И попробуйте прочувствовать, что вы ощущаете, когда сделаете вот эту вот мини-тренировочку, пусть даже она будет из 7-10 минут, неважно. Вот те, кто пошел на пробежку, например, в плохом настроении, не дадут мне соврать, что это безумно заряжает, это невероятно перезагружает тебя. И твой настрой, это чистит твои мозги, сознание. Такое вот у нас, девочки, получилось болтологичное длинное видео. Дайте мне знать, как вам такое. Спасибо вам большое за вашу отдачу. Всегда, абсолютно, под каждым видео, за ваши отметки, за ваши комментарии, за ваши истории. Я все это вижу. И хочу сказать каждой из вас большое спасибо, и что я вас очень сильно люблю. Ну и, конечно же, улыбайтесь чаще, и помните, что вы самые настоящие красотки. По-другому быть не может. Пока!